Ознакомиться с рукописным вариантом «Война и мир», потрогать пушечные ядра и пули наполеоновских времен и увидеть уникальные фотографии со съемок оскароносной экранизации бессмертного произведения Толстого смогут и симферопольцы. Выставка «Мозаика эпопеи», открывшаяся в художественном музее, поражает масштабами. В них убедилась и наша съемочная группа. Один из самых ценных экспонатов – это черновики Льва Толстого, которые есть только у музея-усадьбы «Ясная поляна». На рукописи можно увидеть план Бородинского сражения, который нарисовал сам писатель. Здесь многие слова перечеркнуты. В моменты вдохновения Толстой писал быстро, экономил бумагу, мог писать и между строк, и поперек. И вообще иногда и сам не мог разобрать, что он там написал. Всего исписано больше 7 тысяч страниц. Это шесть лет титанического труда писателя. Столько же по времени Сергей Бондарчук работал над экранизацией произведения. Фильм, так же как и книга, стал известен всему миру. Получил Оскар. Фотографии со съемочной площадки – один из главных экспонатов. А сама выставка приурочена к Году кино. «Самые ценные и трогательные съемки были в Ясной поляне, потому что, как известно, лысые горы в романе «Война и мир» – это Ясная поляна. Вы видите Людмилу Савельеву в роли Наташи Ростовой в кабинете Льва Николаевича Толстого». Прообразами героев романа были реальные люди. Здесь есть репродукции портретов Волконского и Толстого, дедов писателя. Их судьбы нашли отражение в романе. Части мозаики выставки – это биография самого писателя, личные воспоминания членов его семьи, артефакты войны 1812 года, эскизы иллюстраций к роману. Мы очень надеемся, что наша выставка расширит понимание о Толстом и, конечно, побудит вновь обратиться к произведению писателя. «Война и мир» – это произведение великое, равное всему лучшему, что когда-либо произвела русская литература. Выставка «Мозаика эпопея» уже побывала в Липецке и Рыбинске. Симферополь – третий город, дальше вся Россия. Всё, что связано с историей войны и мира, горожане смогут увидеть до конца мая. Анна Ничеговская, Андрей Псом. Время новостей.